Тяжелую историю Нины я рассказывала в одном из предыдущих выпусков. У Нины нейроэндокринная опухоль забрюшенного пространства. Ситуация очень серьезная, много метастазов по всему телу. Истощение. Нина не передвигается сама и не может обходиться без обезболивающих. Ситуация осложняется тем фактом, что сейчас она на морфине, но его просто не хватает. Поликлиника не выдает лекарства в нужном количестве. Купить за свой счет его нельзя. А другие обезболивающие уже не дают нужного эффекта. У них нет ни травмодола, ни морфина. Бывает такое, что они выдадут столько-то и говорят, как хотите, так и тяните. Но Нина не сдается и продолжает борьбу. С финансами в семье очень трудно. Нина нуждается в постоянном уходе. Мама всегда рядом с ней и не может выйти на работу. Но Нине всего 29 и ей очень хочется жить. Она надеется, что попадет в клинику за рубежом, где и смогут облегчить состояние. Она понимает серьезность ситуации, риски и шансы. Но дома от нее отказались. Клиника в Китае берется за обследование, облегчение состояния, возможен подбор таргетной и интервенционной терапии. На данный момент речь идет про облегчение состояния и продление жизни. Она приняла решение рискнуть. Лежать и ждать она больше не может. Нина верит, что ей смогут помочь. И эта вера позволяет ей терпеть боль, которую, казалось бы, терпеть невозможно. Нина переживает по несколько транспортировок за неделю из села в город и обратно, чтобы получить медицинский уход и лекарства. И ваша помощь никогда не будет лишней даже для этого и для решения многих вопросов по уходу и медикаментозной поддержке. Нина и ее мама записали обращение для вас. Всем привет. Меня зовут Нина. Я записываю это видео для пояснения всей ситуации. На текущий момент я нуждаюсь в уходе. Также в периодической госпитализации для облегчения боли. Клинику, которые я очень надеюсь попасть, мне помогут почувствовать себя снова полноценной, полноценной жизни, без боли, побыть за своими детьми и даже не знаю, как сказать. Надеюсь, что вы мне очень поможете. Здравствуйте. Я мама Нины. В связи с тем, что у меня заболела дочь, работать я не могу, так сижу с ней по уходу. Я не в состоянии работать. И мы вместе с ней живем на ее маленькую пенсию по инвалидности. Мне не довелось перетерпеть очень многое и эти вот ужасные сильные боли. Теперь у нас на горизонте появился шанс, хоть более-менее как-то реально помочь ей прожить дольше и без этих ужасных сильных болей. Всех неравнодушных прошу не пройдите ему нашей ситуации. Этим мы подарим моей дочке свободу от боли и облегчение ее самочувствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!